Привет, странник! Много ли ты знаешь о Марсе? Ты привык видеть Марс таким? Ты знаешь то, что тебе рассказали. Порой рассказы эти были произнесены не учеными, а писателями-фантастами, теоретиками. Людьми порой некомпетентными в этой сфере и зачастую одни теории. Теорию можешь выдвинуть и ты любую и на любую тему, но это не значит, что ты прав. Смотри, я покажу тебе то, что является правдой, то, что твой мозг и твои глаза откажутся воспринимать как истину. Но это правда. Вот Марс, к которому ты привык, и ты привык его видеть таким. А вот настоящий. Уверен, ты его так и не представлял себе. Теперь давай посмотрим фото Марса в 2017 год, сделанные нас. Смотри и анализируй увиденное. Это фото напоминает мне побережье. А ты что видишь и что думаешь? Это похоже на растительность. Марс наконец-то заиграл цветами после стольких лет красноты. Тут похоже на водную рябь. Вот и озера Марса. Интересно то, что по большому счету 50% информации они уже не скрывают. Но мы не хотим думать проще знать, что Марс красный и безжизненный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Давайте пересравним фото Марса с фото другой планеты. Уверен, ты очень будешь удивлен. Вот эта планета, безжизненна и мертва, на ней смертельные для человека условия, а она никогда не имела на поверхности формы жизни. Ну что, ты поверил? Хорошо, смотри. А эта планета еще как жива, и ты ее прекрасно знаешь. Вот тебе и сравнение. Все зависит от того, что говорят и показывают тебе. Часто это сложно доказать или опровергнуть, так как у тебя банально нет возможности все проверить самому. Смотри сам. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 с ними контакт и поделиться своими технологиями, так как считаешь примитивными формами жизни. Почему же ты уверен, что космос заселен примитивом? Что если примитивной формой жизни являешься ты сам, а они более развитые? Тогда логично, что они просто наблюдают за нами и не собираются контактировать. Часто ли ты общаешься с муравьями, тараканами или деревьями? Часто ли ты спешишь поделиться с ними своими высокими технологиями? Вот так? Что для человека смертный? Скорее всего для другой формы жизни есть комфортные условия. Мы ищем формы жизни похожей на свой вид, это понятно, так как подсознательно нам было бы проще контактировать с похожими видами. Но мироздание великое и многолико. Пора приготовиться к контактам и встречам с другими видами, какое не может нарисовать самое бурное воображение. А видов этих столько же, сколько звезд на ними. Они будут другие во всем. Дышать тем, что для нас смертельно, жить там, где нам не выжить. Поймите это наконец. Так как человеку свойственно искать то, что знакомое и известно. А когда человек сталкивается с чем-то непохожим, он это не может понять и поэтому боится. Пример тому Луна. Нашли что-то, не смогли понять, испугались и свернули все программы. И все. И больше не ногой туда. Ты об этом сам можешь проверить, если это сам знаешь. Думай странно и готовься к контакту с видом, которого ты не смог бы представить в своей самой бурной фантазии. Будем надеяться, что они будут оценивать ценность жизни разумного вида подобно нам. Ну или хотя бы похожа на нас. Не сочтут нас как вид паразитов, которых пора уничтожить. И проще уничтожить, чем выпустить в космос. Пока. Пока.